Времени суток, меня зовут Артём, вы находитесь на канале Исследователь. И сегодня у меня хотел с вами обсудить одну нестандартную тему, одну нестандартную тему конфликт интересов. Но перед тем, как начать свой ролик, хотел оставить свои соболезнования погибшим во вчерашнем теракте, который произошел. На фоне этого мы увидели коррекцию московской биржи. У многих там увидели падение больше, чем оно было за несколько часов. К этому всему вернемся в процессе диалога. Поэтому соболезную всем погибшим, родственникам погибших и раненых также. Ну, вообще неприятная история. Я не буду даваться в частности данных событий, сколько там погибло человек. Сейчас подвели уже итоги, там больше ста. Кто это сделал, почему это сделал, я тоже не буду обсуждать. Я буду обсуждать последствия, что может дальше быть, что будет с индексом, что как это может вообще повлиять на нашу жизнь. И вообще хочу начать делать часть тематических роликов, которые буду выкладывать на YouTube, но они будут доступны только лишь по ссылке. А ссылку буду оставлять в своем телеграм-канале. Там я буду обсуждать более глубокие темы. То есть некоторые вещи, может быть, называть своими именами, но с оговорками, непрямым текстом. Потому что мы знаем, что сегодняшний день существует все-таки, как она там, типа царская охранка. И вообще мне напоминает то время, как мы жили до 905 года, только в современных реалиях, на новой итерации жизни. Ну ладно, отступим от лирики. Мы видим, что у меня на счету 641 тысяча рублей. Остатки буду округлять, не столь значительные. И плюс по портфелю составляет 13% 70,01. Это 77 тысяча. Тут мне в комментариях под роликом, здесь где-то оставлю, оставлю где-то здесь уведомление об этом ролике, чтобы ты мог его посмотреть, если ты смотришь впервые. То есть, но это, к сожалению, я сделаю завтра, в воскресенье прикрепится это уведомление к ролику. Если что, возвращайся, отмотаешь на 2 минуты, там на 3. И нет, заходи в плейлист и смотри, как получить 60% годовых. Вот. А в чем был, под этим роликом был оставлен комментарий. Комментарий. Комментарий мы к нему перейдем. Я сейчас покажу в целом картину, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Чтобы мы разобрали по полочкам. Что значит вот эти 13,7? Что значит это 641 тысяча? 441 тысяча появилась на этом счету. Ну, не вся 641 мы вычтем. На этом счету появилась с января 2023 года. 17, если память не изменяет мне, января. И вот эта вся сумма, она, ну, за исключением тела и, конечно, какого-то плюса, потому что у меня есть активы в долларах. Сейчас я их вам покажу по двум счетам сразу. Давайте мы пока акции закроем. И мы можем даже сравнить проценты. Здесь, видите, 13 показывает 77, а российские акции 15,46. Это говорит, что у меня есть не только российские акции, но вот внебиржевые активы и заблокированные. Вот эти 33 тысячи, это заблокированные активы компания Банков Америка, Нокиан Групп, Дайч Телеком и компания ИОН. И мы видим, какой минус у меня по этим компаниям за все время. Поэтому разница по российскому 15% и 13,2, то есть у меня отнимает до 2%, а всего лишь вот эти заблокированы. Плюс у меня есть внебиржевые активы, а мы уже здесь наблюдаем плюсик по ним. К сожалению, я сейчас не могу вам переводить в рубли, сколько это. Плюс мы можем зайти в приложение и посмотреть. То есть внебиржевые активы, это китайский рынок. Тут у меня три сектора, нефтянка, финансы и продукты. То есть я уже на опыте покупал самые секторальные, самые лучшие компании в секторе. И вот, блин, ну видите, 45% плюс у меня по бумаге. Она еще мне дивиденды платила, сейчас не знаю, что будет. Платила в юанях, ну не в юанях, а в гонконгских долларах. Они в долларах приходили мне на счет. И я конвертировал, продавал их на московской бирже. Я вам все это покажу. Вот. И мы видим, что они у меня дают там 0,57. А, это облигации. Здесь ничего они не дают, мы ничего не увидим. Поэтому у меня есть какие-то замороженные деньги. Вот мы видим, 33 тысячи текущая стоимость замороженных активов. Это то, что перешло по наследству. То есть 33 тысячи в среднем у меня поступили на этот счет от другого брокера. В связи с тем, что в 22 году была заморозка. То есть 30 тысяч мы вычитаем и пополняем. Видимо, что 610 тысяч я в среднем, ну, наверное, закинул. Наверное, 610 будет неверно. Нужно вычесть еще 77. И, наверное, будет 500. Но мы попробуем полистать, посмотреть. Тут, опять же, буду, наверное, брокеру писать, если будет время, чтобы улучшили приложение. Значит, вот эти 33 мы вычитаем. Это у меня закинуто. Уже было по весне все, и летом, и по весне. И переходим к другой части. Мы видим, что у меня есть ИИС и есть вот этот счет. Вот эти замороженные активы, они были на этом счету. На этом счету этих замороженных активов нет. Мы видим только внебиржевые. Этот счет я начал пополнять 17 января 2023 года и прекратил его в марте. Почему я прекратил пополнять его в марте? Потому что я открыл ИИС. И мы видим, что по ИИС у меня доходность всего 9%. Почему 9% такая маленькая доходность? Потому что я постоянно размываю, размываю, размываю капитализацию этого портфеля. То есть я покупаю бумаги, которые мне дают хорошую доходность. И тем самым размываю. Вот, допустим, видите, банк Санкт-Петербург всего лишь 5%. И я его купил по 289 рублей за бумагу. Если мы откроем этот счет, то мы увидим, что у меня здесь 174% доходности. И покупка у меня средняя по бумаге 110 рублей. Это вот с января по февраль. Три месяца. За три месяца мне вот такую доходность, ну, она меняется, она растет, уменьшается. Все зависит от пропорции. Бумага мне платит дивиденды. Мы можем это увидеть. Ну, какие свечечки красивые, красненькие. Дивиденды. А мы можем историю же показать. История. Выплаты. И мы видим, что у меня по ней было всего 4 выплаты. И мне эта бумага выплатила 920. Ну, мы видим, на обычный счет и на ИС приходили дивиденды. Давайте посчитаем. 920 и получается 1103 рубля. И добавляем. Вот у меня на ИС снова приходило 165. Это 1200. Забыл там, какое окончание было. Блин, с памятью. И еще 800. То есть в среднем это у нас, давайте по-другому посчитаем. 800 и 900 это будет 1750. И 1750 плюс... Плюс 200... Пусть 250 будет. 1750 плюс 250. Это у нас получается 3000. Мне за прошлый год пришло дивидендами. То есть я уже с этих 3000 докупил. В принципе, мог купить и докупил. Снова я продал. У меня здесь на ИСе были... А, я же неправильно открыл. Это же нужно... А, не все. История, да. Покупок. Я не так давно купил. В принципе, на дивиденды, можно сказать, от банка Санкт-Петербурга. Я купил акцию банка Санкт-Петербург. Ладно, мы не будем искать. Мы видим здесь в основном пополнение. Вот выплата дивидендов. Нокеан Групп. Я уже не раз говорил, если мне пришли по иностранным бумагам дивиденды, то значит, что-то происходит там. Я также снял ролик в пятницу с рассказом, когда остановится падение. Когда снимал ролик, произошел теракт. И мы увидели обвал индекса, к которому сейчас перейдем. Он у нас 3273 закрылся на пятницу. И самая главная тема у нас, конфликт интересов. Мы к ней подойдем. Сейчас мы прочитаем комментарий. Комментарий. Вот, мне здесь пишут. Артем, подскажите, стоит ли заниматься этим? Ведь можно просто сделать вклад. Ставки до 16% в банках дают. Насколько я замечаю. То есть, человек даже не имеет в банке вклада. Он замечает просто. Насколько я замечаю, что у тебя в банках дают. Но я не знаю, кто дает 16%. ВТБ давал 16%. У него уже лавочка по 16% закрылась. Тиньков там что-то тоже давал кратковременно. Лавочка закрылась. То есть, в начале года ставка была... А теперь давайте. На январь 23% вам банк дает. На сколько лет я задаю вопрос. Ну, кто-то проявил лайкнул. Давайте мы тоже себя поддержим. Кто-то читает. Молодцы, ребята. Поддержим. Ставка каждый год постоянно. Дело скачет. Это тот же интересный человек. Он просто был на имнейм. Сколько комментариев. Давайте попробуем ответить. Для... Это... Мало. Но... Но... Если... Вы... Держите облигации. Держите облигации. Ценные металлы. Ценные... Металлы. Ценные... Металлы. Ценные... Неплохо. Очень неплохо. Так. Очень неплохо. Акции... Акции... Московской биржи. Торгующие... Акции... торгующиеся... Торгующиеся... на московской бирже так видимо сколько так 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 себе лайкосик если под видосик не поставить что никто не поставит видимо вы не понимаете как работает математика больших чисел в начале двадцать третьего года ставка была 7 процентов если вы открыли вклад как я свой счет ну свой инвестиционный счет вы получили бы 6 процентов годовых а в отличие от моих условных 20 которых я вам по итогу показал за год хотя если бы вы знали как размытие доходности в начале пути даст огромный профиль через несколько лет вам через три-четыре ну то есть я не закончил мысль вы бы очень сильно удивились вам и через три-четыре месяца сделают ставку 13 а потом 9 а у меня по многим бумагам будет стопроцентная доходность стоимость активов плюс я в дивиденды в среднем компаниях которые так плюс дивиденды в среднем в компаниях которых я держу еще 10-60 процентов мы видели по банку санкт-петербург 60 процентов доходности от них от их стоимости дают денег видеть дивидендов я вас по доходности банковской даже на облигациях обгоню не имея риска вы же со своими глазами видели 60 процентов годовых и сто там 78 процента роста ну как бы в этом полный только наблюдаю пока вот не знаю с чего начать как видео ваше посмотреть так сказать начало для чайников от я даже термины не понимаю в видел многие так ну слушайте но будем конечно работать над терминологии буду переходить переводить вам да на русский язык что да как для меня это мало но если вы держите облигации цены а ну да это я это я себе лайкосе под видосик так дальше не будем читать как бы по максимуму попытался ответить и переходим на брокерский счет продолжим дальше смотрите друзья в чем заключается конфликт интересов вы допустим у разных брокеров пользуетесь разными информационными системами и допустим допустим эти информационные системы предлагают вам покупку облигаций без риска там и все такое мы некоторые видели у меня там 65 процентов было даже больше там 73 65 почему стало меньше каким образом стало меньше да тем образом что я этот счет пополнил и доходно купил бумаги и доходность размылась да и плюс те бумаги которые я купил они падают в цене вот это деньги минус рублей две видите две вот эти плюсики мне дают это то что я продавал типа гонконгской разницу спред между покупкой и продажей тех или иных бумаг правильно сказал спред разница между покупкой да я жену если вы не внимательно слушайте друзья то к сожалению не ко мне я стараюсь каждое свое слово обосновывать но иногда бывает конечно пропускаю потому что одно и тоже из дня в день тяжело повторять нужно добавляете новые слова новые обороты и поэтому их добавляю и проговариваю то есть спред это разница между одной и другой ценой она бывает положительным спред так и отрицательным вот по российскому рублю мы видим это не спред это налоги в виде налоги плюс комиссия брокеру то есть за 78 тысяч плюсом я заплатил две тысячи налогов почему такая сумма ну потому что там есть налоговые послабления там есть много интересных вещей смотрите структура здесь отличается от друг той структуры мы видим что доминирующую позицию занимают китайские бумаги которые у меня находятся заблокированных потом банк санкт-петербург магнит лукойл опять же китай биржа северсталь новотек сбер интерау яндекс так нефть сегежа ткс ткс покупал потому что ну просто покупал потому что на иисе нельзя было купить там операционная ошибка возникала я закидывал на два счета поэтому и размытие произошло ну и так же добирал усреднял тмк руснефть газпромнефть самкомфлот мечил у меня одна она куплена чисто маркировочной евро илтех тоже здесь и потому что я все остальное ну завожу на иисе здесь покупаю очень редко график пополнение к сожалению мы здесь не увидим всего потому что год по текущему месяцу показывают мы можем посмотреть только двадцать третий год пополнение с марта апреля видите по декабрь почему-то я не могу за весь год то есть это же иис у меня нет это обычный счет а я его начал с января вот января не хватает видите нету января здесь вот соответственно часть пополнения и выводов мы не видим и мы видим что пополнение за двадцать третий год у меня с этого момента восемь тысяч а выводы семьдесят восемь а на счету сто девяносто тысяч ну надо как то все таки брокеру можем переключиться на теперь на другой порфель мы видим здесь четыреста две пополнения что приводит к размытию иис видите пополнение сто двадцать семь тысяч выводы ноль потому что нельзя выводить с иис на моем иисе он тип два я не могу выводить три года год у меня закончился мне осталось два есть новый тип ииса вот видите за март я только сорок две тысячи пополнил за февраль тридцать восемь у меня в планах где-то в районе пятнашки закидывать на счет ну видите я перевыполняю план за январь опять сорок шесть за декабрь сорок пять выводы тридцать девять это я вывожу только а выводы как я с иис и не мог ничего выводить но это у меня переезд был на небиржевые активы это выводы в воды брокер восполнил все эти выводы в воды видите в ноябре всего на десять пополнения в октябре на двадцать шесть а там рынок падал я не хотел были деньги я тратил по чуть-чуть тратил почему я трачу в январе в феврале в марте такие суммы ну вот мы видим отличается пополнение сентябрь и мы видим август когда была просадка хорошая в августе мы видим я на тридцать восемь набрал в июле в июле когда все росло всего на шесть в июне на пятнадцать в мае на двенадцать там уже рост был дикий и пополнение апреля ноль пополнение в марте двадцать семь и на этом счет закончился потому что это ииск вы видели все мои пополнения сколько денег я на счет завел это потому что по иису то есть иис не полный с марта по марту у меня по иису скоро год будет сейчас перейдем к конфликту интересов друзья вот видите год в марте я его в марте открыл и в марте у меня ровно год по вычету а я уже накопил сто сорок тысяч с начала года закинул почему сто сорок с начала в летом я буду меньше потому что будет дикий рост я буду деньги направлять в другие места но сюда тоже буду закидывать потому что я сейчас какую-то часть затормозил у меня есть материал для ремонта пока что к лету скорее всего буду ускорять докупать материалы нанимать людей у меня будут расходы идти текущие очень большие поэтому сейчас то что я смог высвободить это у нас тип B если человек не получает НДФЛ он имеет право на тип B но сейчас новая система третьего ииса у меня второй иис второго типа то есть не вычета а типа они вот сейчас современный иис который с двадцать четвертого года у него уже другие условия у него пять лет у меня три года год я уже на иис откидал то есть это вам государство дает премию за долгосрочное инвестирование я в принципе за долгий срок и плюс от государства пятьдесят две тысячи можно получить в том году я успел всего лишь двадцать семь получить я неправильно привязал вывод дивидендов сейчас я все подправил все отрегулировал дивиденды капают на счет банка потом я их снова запуливаю на иис раньше они мне приходили сразу на иис и они не учитывались к вычету поэтому был такой вот просадочка а теперь давайте переходить друзья друзья ну я вам показал как размывается и за счет чего здесь девять процентов на самом деле если мы глубже копнем по анализу по анализу здесь другая структура то мы увидим что за последние полгода здесь видим один из процентов видите вместо девяти а два откуда два процента два процента это дивиденды два процента это дивиденды давайте за полгода посмотрим видите за полгода у меня шесть процентов по этому счету полгода я напоминаю это с текущей даты так и теперь анализ смотрим здесь за полгода за полгода мы видим что за полгода у меня уже стало 5000 было отрицательно еще несколько недель назад у меня за полгода здесь был минус за вчера всего лишь так вот полторашечка и за весь период не ладно не будем этим заморачиваться теперь друзья переходим к самой главной теме сегодняшнего это 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 друзья у нас а конфликт интересов смотрите конфликт интересов возникает всегда тогда когда есть материальная составляющая то есть кто-то получит хочет вас получить из вас выгоду тогда возникает конфликт интересов давайте что-нибудь откроем какую-нибудь ценную бумагу из моего брокерского портфеля и допустим 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 давайте интерау интерау хорошая бумага мне на нравится но не нравится менеджмент он скупой наше государство потому что государственная бумага и вот смотрите есть такое понятие новости есть новости от брокера бкс тот кто пользуется теньков у них есть пульс вот профит есть социальная сеть между прочим там есть бонус за то что даже если ты не пользуешься брокером бкс но если ты к ним профит телеграм там да подпишешься там что-то двадцать тысяч двадцать тысяч двадцать тысяч есть бонусами бонусами вот и в чем заключается конфликт интересов друзья дело в том что брокер зарабатывают на комиссии вы покупаете продаете брокер получает с вас комиссию чем чаще вы совершаете сделки по покупке продажи тем чаще брокер получает с вас эту прибыль так соответственно в этой соцсети сидят люди подвержены вот этим всем манипуляциям и вами грубо говоря манипулируют вас заставляют покупать продавать вас сейчас затягивают в рынок облигации я изначально про цифра когда говорилось ли облигации не мое но если ты хочешь держи облигации цифра пожалуйста держи в цифра как бы для металла там можно фонтипа как фонды доля в цифра то есть цифра это то же самое что акции облигации а просто она сейчас приобретает строится как механизм взаимодействия между торговыми площадками стоимостью я думаю биржа санкт-петербурга она выйдет в лидеры за счет того что она начнет торговать цифра на внутренний рынок и цифра на внешний рынок почему я ее держу в окурках почему я не сливаю наращиваю позицию если это произойдет вы увидите дикий рост по бумаге и как бы вот но вам во всех источниках будут говорить что все это зло и продавайте а также давайте перейдем в телеграм-канал и к основным новостям которые размещал так тут у меня поменялось немножко все вот мы видим идет чат в нем кипит жизнь но здесь вы как бы не замечаете не замечаете о уже с утра 141 человек давайте от последней новости туда выше помотаем это мой последний ролик про падение которое говорил что добавлю добавлю к этому к этому опять же можно добавиться в тег и не смотреть когда я там прикреплю прикреплю я не прикреплюсь здесь все видео есть может зайти сюда посмотреть здесь из мультимедиа ссылки на все видео на все материалы которые размещаю там потому что много материалов я просто беру из информационных источников заголовок и помещаю вы уже делаете сами что почему биржа такая колеблется вот друзья новости о произошедшем соответственно ролик какой-то я начну тему закрытых роликов которые для вот как сейчас будет выложено все увидят и будут видеть только лишь по ссылке подписчики моего телеграм-канала там я буду освещать политические аспекты как они влияют на рынок как происходят манипуляции откуда идут как бы негативные новости как они на нас психологически влияют и так далее здесь вот размещен пост как добавится в чат жмем сюда и мы оказываемся вот в этом чате в котором идут дикие дискуссии здесь уже 60 человек напоминаю что у меня здесь живет бот бот фридрих это древнее имя у фридриха каждый видите делится своими там кто-то ссылки на что-то оставляет я что-то комментирую вот фридрих фридрих что-то тут фридрих сгрустнул смотри он что-то я не понял как то тут произошло хитро либо фидрих слезами брызнул вот видите как он встречает михаил свали отсюда пока не поздно это либо один михаил либо два либо тыкнулась два раза он ну поэтому будьте готовы что вас фридрих встретит ладно из чата пока мы перейдем я периодически это это правило чата что можно что нельзя вот новости я просто снимал ролик и не смог переключиться на новости хотя я уже видел что мне в чате люди сообщили но так как я стар слеповат и глуховат ну как бы вот такая вот история вот смотрите перейдем сейчас главной стратегии это стратегия у меня окурки и также конфликт интересов куда движется толпа сейчас все бегут покупать облигации рынок упадет рынок упадет всех вас загоняют в облигации облигации это инструмент ограниченной доходности если имеете и из вы можете в год в среднем получать по облигациям до 30 там 36 процентов прироста доходности и это за счет купонного не за счет изменения тела тело но гасится опять же те кто покупают сейчас молодые неопытные облигации не нужно смотреть на тело на скидку тела нужно смотреть на покупку вот вы берете там за 60 процентов от тела облигации покупаете и от номинала 60 процентов при этом облигация давала у фазешная 826 239 200 там что-то 22 26 228 или 230 короче говоря я особо ну не буду сколько она дает при покупке вам купонной доходности потому что покупая облигацию вы должны покупать денежный поток то есть вы должны думать о сроке дюрации сроки погашения но с учетом купонного дохода и стоимости покупки то есть в облигациях на самом деле несложно разобраться но вы не должны торопиться за телом потому что фузешки у них все тела там 46 год 45 мы понимаем что рост инфляции на длинном промежутке плюс рост изменения стоимости фондового рынка он как бы намного вперед идет чем 6 процентов купонной доходности потому что в среднем годовая инфляция в районе там ну 12 9 там то что нам правительство объявляет в районе 6 там 4 процентов валовой вот этой всей мировой ну как годовой инфляции по по всему как бы спектру услуг там промышленность металлургия плюс мы смертные люди вот переходя к сегеже смотрите холдинг сегежа групп по итогам по итогам четвертого квартала двадцать третьего года допустил убыток все пропало гипс снимают шеф уезжает также мы видим что возможно до капитализация смотрите до капитализация это допка до дополнительной эмиссии дополнительная эмиссия она бывает идет как на широкий рынок бумага продается так и на внутренний рынок до это размывает долю текущего инвесторов но мы должны понимать да это размывает долю я по сегеже дивидендов ни разу не получал соответственно я просто набираю позицию у меня есть позиции которые платят дивиденды есть которые не платят даже если каким-то образом на четверть на четверть размоется моя доля акция упадет в цене допустим еще на сколько-то ну я ее докуплю еще у меня средняя по позиции по акции будет там пусть будет 30 копеек я допущу что при сильном падении я усредню его и допускаю что средняя цена по бумаге будет составлять к концу двадцать четвертого года со всеми вот этими качелями 30 копеек по бумаге это допущение это вот скажем так взгляд за горизонт потому что я не знаю что будет через год никто не знает что будет это мое допущение такое когда я разрабатываю ту и нульную стратегию по бумаге использую какие-то допущения свои прогнозы видение что будет дальше там за горизонтом вот за это время я наберу позицию в районе там пусть 40 50 тысяч по бумаге ну то есть вот вся позиция будет по данной бумаге в 50 тысяч рублей концу двадцать четвертого года допустим сейчас у меня в районе двадцать очки там 23 я вроде докупал но не суть я саму схему рассказываю как я думаю вот и соответственно а толпа видит допка она продает цена падает чем ниже цена тем лучше я усредняю позицию потому что она у меня набрана с четырех там четырех четырех двадцати четырех пятидесяти копеек вот и я усредню до трех допустим цена отпадает все сольют бумагу но крупные люди крупные капитал он ее скупит а если допка пойдет в него не в рынок рыночная цена будет падать а допка идет допустим в банк мтс либо другому какому-нибудь спутнику систему что-то пойдет в систему то есть доля системы сегежи в системе вырастет там в мтс появится доля то есть банк возьмет то есть цена упадет реальная рыночная цена упадет мы же еще не знаем по какой цене допка будет допка то тоже делается по определенной цене и допка допустим может быть выше рыночной стоимости и тогда цена полетит вверх вы даже не понимаете вы услышите допка вы продаете а какая допка пойдет что по какой цене допка будет то есть чем больше я живу тема порой мне допка начинает нравиться потому что она идет против рынка а когда ты действуешь нестандартным способом все бегут в одну сторону ты идешь другую все теряют а ты приобретаешь то что все потеряли ну долю свою от того что все потеряли ты приобретаешь поэтому друзья есть стратегия окурки те кто молодые неопытные подвержены вот этим пульсу там всяким теньковским там вася там выступает я периодически размещаю васю себя вы вам вася человек заинтересованный заинтересованный человек говорит продавайте рынок российский он не растет покупаете облигации и вы все хомячки побежали покупать облигации вася уже зашел в облигации он спекулянт цена на облигации начинает расти вася уже там вы начинаете покупать покупать а вася об вас начинает продавать плюс вы совершаете сделку в Тинькове, либо где-то в Сбере, вы покупаете, платите комиссию, вы продаете, платите комиссию. А я в БКС при покупках ничего не плачу. Я плачу только при продаже, когда я фиксирую либо прибыль, либо убыток. Поэтому, друзья, что касается Сегежи, что касается Сегежи, вот ценой диапазон, ранг, а, это уже другое. Вот. Поэтому, не буду на этом зацикливаться, друзья. Перейдем к следующей новости. Это IPO Европлана. Смотрите. В IPO Европлана по большому счету можно участвовать. Считаю, что будет прибыльным. Но там была манипуляция. Его сперва посчитали по одной стоимости, мне не понравилось. Потом пересчитали по другой стоимости. И по этой стоимости мне понравилось. Поэтому не является инвестиционной рекомендацией вам принимать самостоятельное решение. Но считаю, что с исходом в процентов где-то 70 IPO пройдет удачно. Ну, почему как бы 70 не 80 не 90 Да потому что на IPO выходят еще другие компании с той же большой капитализацией. Просто Европлан сейчас чуть-чуть ускорил этот процесс чтобы сорвать денег пока на рынке еще есть деньги. Поэтому Европлан будет скорее всего успешным. Друзья, не забываем делать так, как сделал я. Нужно поставить здесь, да, можно взгрустнуть. Но реакции вставить нужно. Очень нужно вставить реакции. Не забываем это делать. Переходим к дальнейшим новостям. Это то, что касалось Европлана. Это то, что касалось Сегежи. Порт фас чистит. Я как бы ДМВМП не держу. Другие портовые хотел, но пока нет. Слишком много бумаг в портфеле тоже нехорошо. У меня есть стратегия единороги. Видео уже набирает про единорогов под 50 лайков. Соответственно вот смотрите друзья какая история. Я задал вопрос. Сегодня будет трансляция. 16 часов на канале YouTube. Адрес вы видите. Можете посмотреть мой вопрос и рассказать мне правильно я ли думаю о чем я думаю. БПН добрый вечер Максим Шейн можете ли вы поделиться своим мнением по акции европейской электротехникам какие перспективы основные риски хочу набрать позицию на долгий срок могут ли они претендовать на включение во второй котировальный список заранее спасибо а изменение котировального списка это изменение кучи параметров в критериях капитализации капитализации компании увеличение ее оборота единственный минус смотрите друзья компания делает байбеки байбеки могут идти как со знаком плюс так и со знаком минус почему со знаком минус байбек конфликт интересов опять же в чем заключается байбек компания выкупает свои акции с рынка что значит байбек ну английская там я опять же можем погуглить выкуп обратно выкуп акции байбек делает банк санкт-петербург байбек делает самолет байбек делает евроэлтех соответственно почему это плохо потому что это идет не на выплату дивидендов евроэлтех платит дивиденды а вот самолет забыл про дивиденды он выкупает свои акции подогревает рост стоимости но дивидендов мы не видим а евроэлтех пусть платит небольшие но он платит их стабильно можем зайти в приложение посмотреть вот конечно конечно же вот так вот отвечаем мы друзья не забываем это делать я стараюсь для вас у меня между вами и мной нет никакого конфликта интересов я на вас не хочу ничего зарабатывать я смотрю за горизонт я строю комьюнити мы вместе банда мы сможем добиться больших результатов когда будем сообщать делать какие-то вещи поэтому если ты хочешь быть в сообществе в комьюнити грамотных умных со временем становящихся профессиональных инвесторов то тебе к нам наши ожидания оправдались уже про это говорил мы голосовали смотрим дальше новости вот эти новости я уже разбирал в вчерашнем видео про Татнефть и про другое телеграм-канал у нас молодой всего 241 человек поэтому друзья нужно присоединяться вот чат человек вендетта разместил информацию я ее перепостил у себя в ТГ периодически буду это делать также если вы начинающий блогер ютюбер пишите мне в личку помогу разогнать ваш канал чтобы он набирал просмотров объясню как добиваться каких-то результатов в этом плане то есть может быть буду ваши шарцы размещать у себя как и свои тут иногда публикую движение именно сигналов а не покупки продажи смотрите это друзья это о том что происходит в данный момент чтобы вы понимали куда бумага либо падает либо не падает почему стоит потому что мы видим объем заявки цена заявки текущая стоимость от этого можно делать какие-то выводы но вы должны быть профессионалами в этом в этих выводах поэтому также вот я почему я прошу это сделать может быть кому-то не совсем зашел этот шорт но мы сейчас стратегию увидим почему именно нужно открыть и посмотреть здесь сбербанк как не сильно вырос я его практически не размываю но какие-то акции я начал покупать раньше какие-то догоняют давайте посмотрим видите просадка какая по идее вот здесь я бы должен покупать вот реально нету денег не покупаю акция вкусная может все сниже вот до этих уровней 280 может нужно докупать может до этого уровня может нужно докупать видите сбербанк как вот смотрите тут уже не размываю но перейти к самому видео чем больше вы на лайкайте тем больше народу просмотрит вы находитесь на канале просмотров у меня 901 друзья не забываем ставить лайк поэтому размещаю акции я начал покупать телеграм-канал какие-то догоняются больше давайте посмотрим мы становимся грамотней поэтому мы меньше теряем всяких непонятных операциях вот реально нету денег только лишь плодим профит поэтому поэтому дружище так нужно подписаться поставить лайк этому видео и послать ссылку другу сейчас мы посмотрим посмотрим евро илтех что у нас тут на графике с дивидендами и мы видим что текущая дивидендная доходность 2% прошлые дивиденды 18 декабря 3% в июле 5% это все происходит в 23 году то есть они за год заплатили в районе почти 8-9% для меня это вполне хороший бонус у начинающей растущей компании также мы видим что в 22 году они один раз заплатили 5% то есть смотрите какая они уже заплатили 2 раза в году а могут заплатить 3 раза в году а потом могут заплатить 4 раза в году разве это плохо поэтому я эту компанию собираю я уже говорил что есть единороги это мой единорог я обещал раскрыть так как там видео уже практически набрало 50 лайков я уже начал в телеграме некоторые компании в чате в чате пока обозначать что такое единороги то есть я сперва разместил пост а потом в чате когда человек что-то мне задает спрашивают да я тоже держу акцию я тоже держу эту акцию потому что это компания единорог и вы зная что то есть я вожу терминологию новую которую редко используют вы от какого блогера слышали единорог а мы будем говорить на свои фени мы будем ботать по своему и наша комьюнити будет понимать эту терминологию и когда мы будем где-то в сторонних чатах а мы возможно пересекаемся в сторонних чатах неоднократно пересекаемся со многими людьми пересекаемся мы можем говорить на одном языке и нас эта комьюнити почти не будет понимать за исключением таких же уже опытных людей как мы сами поэтому присоединяйся к моему к нашему комьюнити и мы будем искать единорогов в этом безумном мире давайте перейдем к индексу посмотрим что у нас с индексом попробуем все-таки посмотреть так куда он пропал то индекс индекс кандидаты на шорт вот опять же друзья вас заставляют покупать и продавать бумаги компания позитив это у нас на шорт или на лонг соответственно значит в ближайшее время если это на шорт позитив будет падать что мы как инвесторы можем как мы для себя можем пользу мы можем в момент падения накупить эту компанию докупиться когда она будет по дешевой цене у компании дивиденды она сейчас будет платить в мае в июне она будет платить дивиденды это либо в лонг а не ее в лонг давайте не будем зацикливаться я могу это от пост перепост сделать вот здесь это руснефть не может идти тоже немножко руснефть дочка SFI акции которые стали самыми быстро растущими в новом году на оптимистическую динамику холдинга повлияла как новость о гашении квази облигаций квази казначейских акций так и новости про IPO европлана и IPO европлана мы уже обсудили акции самой руснефти не остались в стороне и тоже неплохо подросли вслед за материнской компанией напоминаю что европлана и руснефть это семейство гуцериевых как бы такой типа добрый олигарх который пострадал от нашего правительства очень умный человек грамотно есть чему научиться у него но мы понимаем что киты это одна из стратегий тоже моя то есть про китов я забыл вам рассказать но тоже если тебе интересно что значит киты и что значит стратегия киты в моем понимании пиши комментарии в комментариях под этим видео киты будет 10 комментариев с упоминанием в любом виде комментарии где будет звучать слово кит я расскажу что значит моя стратегия киты вот 10 комментариев с китами соответственно меньше не меньше 5 слов в комментарии должно быть про китов расскажу по стратегию по китам поэтому друзья вот это все что вы видите в пульсе все что вам вещают крупные игроки я вам сейчас тоже показывал что можно посмотреть в 16 часов но вы каждую информацию должны вычленять и смотреть на то как кто и почему вам эту информацию рассказывает и зачем зачем я вам эту рассказываю информацию за тем чтобы вы не совершали этих ошибок которые совершаю я я смотрю на долгий срок стричь с вас капусту я не хочу никоим образом конечно вы можете помочь мне донатом карта будет прикреплена в описании также ссылки на телеграм и на чат вот но я думаю я со временем добьюсь больших успехов на фондовом рынке мои успехи люди заметят и предложат ну чтоб не тратить свое время предложат мне управлять их активами и это будет самый большой профит от того что я делаю также есть закон центрального банка о как бы включение в проф участников у меня есть свое комьюнити где я провожу скажем так наставничество подготовку к жизни будущих матерых инвесторов но не трейдеров друзья ни в коем случае с трейдерами я буду дружить с трейдерами я буду общаться у них можно чему-то тоже поучиться если человек мне интересен есть чему научиться я буду общаться с любым человеком как бы он не выглядел как бы он себя не чувствовал кем бы он не был если у человека есть чему-то хорошему научиться я буду этому учиться поэтому друзья трансформация долга мы видим прогнозы я также показывал периодически что у меня есть маркировочная акция мечел сейчас локально будет падать я не могу понять где у нас московская биржа вот смотрим на график это у нас с вами дневной график и мы видим что мы задержались на пике этот пик мы пока 3270 вот эти пики мы над ними стоим на 4 часах посмотрим на 4 часах такого не видно давайте еще на больших временах смотрите если вы все-таки спекулянт вы должны спекулировать на минутах на 5 минутах минимум до часа 4 часа это ваши графики я как инвестор смотрю вот так я вижу что мы вышли за определенную формацию флаг сейчас нас нас давят продавцы очень сильно вот мы видим свеча сверху мы преодолели 3300 почти на 350 я немножко ошибся во времени и в этих цифрах где-то 350 я планировал и где-то после него обратный откат откат думал может даже чуть меньше произойдет но можем в телеграме посмотреть сейчас что было по прогнозам у меня насколько я ошибся насколько не ошибся итак что дальше что дальше дальше я думаю ничего страшного не будет конечно вот эти печальные события как теракт очень сильно повлияли на пятницу на закрытие торговой сессии но я думаю в понедельник мы увидим жесткий выкуп и возможно снова вот такой отстрел поэтому к сожалению я это пропущу вы видели по накоплению денег когда я что закидывал почему я столько закидывал вот у меня есть немножечко денег мне тут немножечко еще перечислили за чай чаем я не банчу но иногда бывает приходится идти в магазин покупать на общак чаю чтоб мы все вместе попили пьем мы пуэрчик бывает да хун пао ну как бы так что я еще вам хотел друзья сказать да давайте по прогнозу все таки пройдемся по прогнозу по прогнозу мы сделаем вот таким образом так поиск или найдем мой последний прогноз долго наверное искать придется давайте все таки тут про цифра я много написал так тут мне кое-что мешает контроль записи так поиск ух ты 2000 постов 2400 что ли разместил офигеть это я производитель а ему x ищ здесь я тоже маркировочные выставляю поэтому вот такая тоже вот про беспилотники друзья цены на нефть в связи с этим растут если по нашим инфраструктуре мировые цены растут для наших нефтяников это хорошо нанесенный ущерб мы с вами не знаем поэтому тут многие вещи кот в мешке хорошая бумага инартика друзья можете присмотреться так сансара пока нас это не интересует где мой последний прогноз уперлись в плиту накапливаем силы давай грузись интернет интернет еле грузится вот он загрузился так вот я показал где-то мы на каким-то на каком-то уровне уперлись ну да это вот уже после локальной коррекции это какое время то у нас время 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 очень важно в этом случае 5 минут это значит не это самое уже констатирую что выдыхание идет на этом времени так дальше ищем да видите ожидаем да молодцы мы с вами супер ожидания наши сбылись поэтому так возможно возможно так про гэпы я писал загрузилась ну да все я после этого перестал особо по-моему делать прогнозы потому что все я понял что что на рост тут я показываю свеча и давайте почитаем что здесь индекс набирается сил по передрывкам к уровню сопротивления желтые его сегодня должны преодолеть в прямую видим гэп мы его должны будем закрыть в начале а значит цена должна будет вернуться к этому значению когда это произойдет никто не знает но гэп будет закрыт давайте посмотрим вот я его показал гэп этот желтой стрелочкой но не подписал ну мы его соответственно закрыли об этом я тоже писал но только видимо не промаркировал надпись так биржа индекс ну это статистика как мы каждое утро открываемся бывает чаще времени чаще всего по времени мы открываемся ростом вверх также вы здесь видите можете смотреть на разные ролики по прогнозу вот картинка вот отрисованная как бы но не будем все видео смотреть уже я час снимаю поэтому друзья вы должны разобраться где возникает конфликт интересов куда идет толпа и почему ты идешь против толпы вот это самое интересное также здесь бывает размещаю денчика рекомендую к просмотру сейчас я наверное этот ролик перепущу да 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 дэнчик 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 также напоминаю давайте проведем проведем стрим стрим воскресенье в часов в девять кто сможет подключайтесь либо в девять да в девять потому что в десять там нужно будет заканчивать и как бы это самое о чем это у нас давайте посмотрим я его перепащу тогда в начале прошлого века три наивных психа два из которых были братьями а третий портным предложили две макси так так повторно рекомендую к просмотру повторно рекомендую к просмотру из этого ролика вы поймете снова начало в глазах поймете из этого ролика вы поймете логику 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 следующего вине второе видео надо точку поставить второе второе будет чуть позже так на этом наверно все друзья буду я с вами прощаться всем до свидания до новых встреч у нас все будет хорошо добьемся успеха надеюсь никто не погибнет из наших близких не в войне не в действиях теракта и вообще надеюсь все это будет прекращено как можно скорее тогда наш рынок будет свисти и пахнуть также по поиску в моем телеграме вы можете найти еще видео дэнчика его я тоже вам рекомендую как стать гением вот поэтому подписка лайк и репост с вас друзья а я сейчас буду загружать видео и работать у меня потолок ждет вата колючая смесь греемучая шортец с ватой сделаю и так всем пока